Где я стою, видите асфальтная дорожка. Эта асфальтная дорожка была кольцевая. Она проходила по этой роще, заворачивала налево вверх, уходила туда к оврагу и вот там было разветвление этих дорожек. Вот по этой дорожке я катался на лыжах. Дубы-колдуны в роще в промышленном районе давно ничего не шепчут. Часть уже спилили, остальные под угрозой. Раньше здесь любили отдыхать жители, а теперь, когда территория перешла в собственной строительной компании и рощу обнесли забором, она погрязла в мусоре. Рядом есть роща, продолжение этой рощи, но она находится уже в собственности муниципалитета. Она в совсем другом состоянии, она чистая, ухоженная. Вот в последний субботник там даже листу старую подобрали. Мы надеемся, что когда эта роща будет тоже дана нам для того, чтобы мы за ней тоже ухаживали, мы тоже ее приведем в порядок. Зеленый участок новые владельцы выкупили вместе с территорией бывшего профилактория. Отдельно земля не продавалась. Превратить в жилые кварталы решили и лес. Изначально застройщик планировал возвести здесь высотные дома. Несколько гектаров живого леса должны были кануть в лету, если бы не местные жители, которые подняли тревогу. Борьба затянулась на годы. Сначала судились с комиссией, признавшей территорию зоны строительства, но суд проиграли. Отчаившись, со своей проблемой пришли к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Нам нужно разобраться, как и каким образом это решение было принято комиссией по изменению зонирования и разобраться вообще в законности пользования застройщиком лесом. Ну а это будем говорить прямо лес, статусом его. Определенные шаги мы наметили сейчас. Надеюсь на то, что нам удастся интересы жителей защитить. После визита к депутату жители встретились с представителем застройщика. Во-первых, они гарантируют, что на территории этой дубовой рощи застройка вестись не будет. Также обещают сохранить эти зеленые насаждения и от вырубки, и от порчи. Кроме того, также совместно с жителями близлежащих домов мы пойдем по пути согласования границ в смежных участках. Жители говорят, рощу будут отстаивать до конца. Александр Хинштейн заверил местных активистов, дело возьмет на контроль и вскоре вместе с депутатами городской думы наведается в рощу. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.